Вот это вопиющий факт камского, вообще варварского отношения. Люди в городе из газонной части сейчас приводят все красоту, деревья сажают, белят все, а у нас жильцы в многоквартирном доме все это взяли и смесили. Одни жильцы стараются провести благоустройство своего двора, делая различные клумбы. Другие колесами своих машин превращают некогда зеленый газон в рыдвины и ямы с лужами. Не смущает автовладельцев и расположенная рядом детская горка. Водители в свою очередь сетуют на то, что другой возможности оставить свой транспорт попросту нет. Я понимаю прекрасно, что существует данная сейчас проблема. Но решите эту проблему, соберитесь все собственники, кому негде, у вас у кого проблема с парковкой автотранспорта. Напишите заявление в управляющую компанию, по общему собранию жильцов многоквартирного дома, определите место для парковки. Проект благоустройства надо заказать в управление архитектурой, только после этого выполнять какие-либо работы для организации данной парковки. Но нужно обязательно протокол общего собрания жильцов. Управляющей компанией было вывешено информационное сообщение о том, что согласно правил благоустройства парковка транспорта на газонах и тем более на детских площадках строго запрещена. Специалисты муниципального контроля фиксируют факты нарушения. Каждый собственник будет сегодня оповещен и приглашен для составления протокола, который будет рассматриваться на административной комиссии. Потому что согласно правил благоустройства на сегодняшний день стоянка на газонной части в городе-городе Напа категорически запрещена. В соответствии с действующим законодательством, наказать автомобилиста за неправильную парковку могут соседи или случайные прохожие. Нужно только доказать факт нарушения. Доступными средствами фотографируем неправильно припаркованный объект. Сзади, спереди и сбоку. На фото должны быть четко видны регистрационные номера авто и отсутствие в нем водителя. Снимки будут сопровождать в ГИБДД заявления для возбуждения дела об административном правонарушении. В заявлении указываются дата и время, адрес места фиксации факта, номер машины нарушителя и полные данные заявителя.